Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Извиняюсь за долгое отсутствие, я приболела и до сих пор у меня еще голос не восстановился до конца. Но сегодня будет лог из Magnet Cosmetics, который находится в городе Тверь. Если кому-то это важно, сразу хочу обратить внимание на то, что очень много желтых ценников, очень много хороших скидок. И первый аромат, к которому я подошла, это, конечно, знаменитые яблочки от Дона Карен Нью-Йорк, но не цепляют, девчонки, не цепляют. 105-й подход, опять мимо. Далее Polo Club от Beverly Hills. Именно вот этот розовый аромат показался мне весьма приятным, но на самом деле зацепил меня немножечко другой. И сейчас я вам его более подробно покажу. Именно вытянутые бутылочки Polo Sport обалденные, с ретро-нотой. Это белые цветы, это сладость и фрукты, все в меру. Вот прям он у меня попал в список хотелок. Очень интересный, неоднозначный. Обязательно присмотритесь к нему. Далее Toys у нас стоит совершенно бюджетно. Сейчас у них какие-то нереально бюджетные ценники. И, к слову сказать, интересным, наверное, самым из всех трех мне показался в желтой упаковке. Ну и опять-таки, возвращаясь к Polo Sport от Beverly Hills, я сделала ему несколько подходов. И, как я уже сказала, осталось от него, ну не сказать, что прям в полнейшем восторге, но он меня действительно зацепил. И я думаю, что еще один подходит. И, скорее всего, я его приобрету. А может быть, даже просто зайду и приобрету без всякого уже подхода. Потому что, ну, аромат действительно стоит того, чтобы обратить на него внимание. Далее знаменитый озон, который любимец, наверное, до сих пор многих. Мне он кажется слишком простым, слишком прямолинейным и, наверное, слишком свежим. Во всяком случае, уже не его сезон, на мой взгляд. Ну, сугубо индивидуально. Лично меня осенью тянет на что-то более послаще. Например, вот наша помадка от Arman Basi цепляет. Да, очень вкусный, я бы сказала. Это такой нежный коктейль, фруктовый. В то же время есть цветочные ноты. А вот остальные ароматы Arman Basi оставляют меня равнодушной по сей день. И сколько бы я к ним подходов не делала. Увы и ах, пока что в список мой они не попадают. Далее ароматы от Toys и Happy Moments в голубой упаковке. Понравился мне больше всего из трех, потому что он действительно вкусный, с явным шоколадным акцентом. Розовый уже, на мой взгляд, немножечко попроще. Там и цветы, и свежесть, и сладость. Но, кстати, в нем есть такая явная нота пачули, что прям меня цепляет. Далее My Dynastia Princess от Marina de Bourbon. Он подойдет отлично на весну для девушек с легким таким темпераментом и настроением. Он совершенно неутяжеляющий, не напрягающий, свежесладкий, с фруктовыми акцентами. Ну и классический аромат от Marina de Bourbon. Мне нравится. У меня была миниатюра. И, может быть, я даже созрею до полноразмерной версии. Но это посмотрим. Ну и дальше просто посмотрите по ценникам. Пробежимся с вами быстро по ароматам. Я их все постаралась, честное слово, затестить. Но, естественно, мой нос уже на каком-то там аромате начал. Просто перестал воспринимать ароматы так, как он должен их воспринимать. Опять-таки, стенд с Moschino. Да, у них прикольные такие ароматы. Незатейливые. Все, я бы сказала, очень-очень позитивные. И вот эта вот серия Fresh, которая в упаковке похожая на чистящее средство, меня прямо умиляет. То есть сама упаковка меня привлекает. И я бы, наверное, не отказала, чтобы она стояла у меня дома на парфюмерной полочке либо на моем парфюмерном столике. Но только ради этого брать парфюм, я думаю, что пока что не стоит. Энканта Шармс. Вполне тоже неплохой, но мне не нравится стойкость. То есть на мне лично он совсем не стойкий. И вот мы добрались до мега интересного лично с моей точки зрения. Это ароматы от Шакиры, на которые опять-таки сейчас классные цены. Они действительно стоят бюджетно и при этом звучат гораздо дороже лично, на мой взгляд. И вот отдельно стоят лично для меня. Это была новинка вот Шакиры. Я с этими ароматами как-то так близко еще не знакомилась. Я их видела, я их слушала, но особо ими не проникалось. И один из них меня зацепил. Но сразу обращаю ваше внимание, что все четыре аромата – это именно туалетная вода, не парфюмерная. И вот этот вот в золотом одеянии, Midnight Dance, называется аромат, меня действительно зацепил. Это белые цветы, это амбра, сладость, тягучесть, такой вечерний аромат. Вот еще бы придать ему побольше стойкости, впрочем, как и всем ароматам от Шакиры, по крайней мере из этой линейки, из этой четверки, было бы совсем круто. Вот Midnight Dance я бы точно тогда приобрела. Ну и милые куколки от Benetton из серии Sisterland от Benetton. Это прекрасный вариант, незатейливый, который будет, на мой взгляд, уместен в любое время года в школу, в офис, на работу. И он никого не будет раздражать или напрягать. Меня зацепил аромат Red Rose, он действительно интересный. Сладковато-пудровый, немножко амбры и ноты ириса. Далее, Antonio Banderas, на него особо скидок не было, и поэтому я просто прошла мимо. И, конечно же, стенд с Новой Зарей. Здесь я продублировала свой аромат. Это Пачули. Именно Пачули Дор. Пачули Дор – это аромат, который я неожиданно для себя повторила. Это аромат от Новой Зари, который меня в себя влюбил. Он несказанно просто красиво для бюджетного парфюма звучит и раскрывается осенью. Он очень стойкий лично на мне, хотя это понятие субъективное. Но на моих волосах и одежде он держится целый день. Его даже не нужно обновлять. У него красивый шлейф. И это не отпугивающие землистые такие Пачули. Это красивые, согревающие, теплые, амбровые Пачули. Так что, если вы любите подобное направление, то запасайтесь, присмотритесь к этому аромату. Потому что все дорожает. И кто знает, может его потом вообще выведут с производства. Но я лично взяла дубль и нисколько об этом не жалею. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем огромное спасибо за ваш просмотр, лайк. И буду очень рада обратной связи, вашим комментариям. И надеюсь, до скорых встреч.